Тема сегодняшней лекции – основа видеонаблюдения. В чем состоит одна из основных задач всех систем видеонаблюдения, как сейчас понимается? Одна из основных задач – это выделение в видео интересных объектов или объектов интереса, по-русски, по-английски «object of interest» – видео, и отслеживание траектории их движения в последующих кадрах. Тут можно выделить две подзадачи. Первая подзадача – это выделение объектов интереса, то есть что это такое. И также вопрос, как именно их выделять. Простой вариант, если применяется метод обнаружения, это прямоугольная рамка. Сложный вариант – это попиксельная маска. И следующая задача, которую нам придется решить – это отслеживание объекта. После решения первой задачи у нас уже есть положение объекта на первом кадре, нам нужно отследить его на всех последующих, то есть построить траекторию его движения. Это называется след или по-английски трек. Что такое объекты интереса? Это все, что мы хотим отслеживать. То есть если у нас есть видеозапись футбола, то объектом интереса явно являются футболисты и мяч. Если мы отслеживаем мышей, значит объекты интереса – это мышь, которая бегает по своему лабиринте. В спортивных соревнованиях – это спортсмены и так далее. Какие проблемы встают на пути создания систем видеонаблюдения? Главная проблема – это то, что видео большое, даже очень большое. Видео гораздо больше одного изображения, поэтому вычислительная нагрузка для систем видеонаблюдения очень высокая. Из-за чего до сих пор разрешение видео растет гораздо медленнее, чем разрешение изображения. То есть создать систему видеонаблюдения, которая работает с двухмегапиксной картинкой, оказалось не так просто. Например, одна из главных претензий, которую мы прочитали, когда покупали вот эту камеру для записи лекции, была следующая. Камера хорошая, но на имеющемся компьютере записанное видео тормозит, потому что она записывала всего лишь видео в формате 1080p, но со скоростью 50 кадров в секунду. И это уже было очень тяжело для ноутбука, для проигрывания. Если мы хотим что-то там еще анализировать, что-то распознавать, то становится совсем плохо. Следующая проблема – это то, что когда мы рассматриваем один объект на одном кадре, то его вид все-таки фиксированный. Если мы изуследуем видео, то от кадра к кадру вид объекта будет меняться. Из-за изменения освещения, изменения позы, внутренних изменений. Например, когда человек идет, его фигуры деформируются, там плащ какой-нибудь развивается, но тем не менее это один и тот же человек. А также в видео могут быть несколько объектов, которые могут быть похожи друг на друга, еще и перекрывать друг друга. Вот, например, задача отслеживания нескольких мышей в одной клетке до сих пор полностью не решена. Потому что мышки серые, когда они начинают драться, залезать друг на дружку, ерзать, после того, как они это прекратят делать, распознать, какая из них какая, абсолютно невозможно. А очень бы хотелось. Для формальности нужно ввести метрики. Что мы хотим добиться? Как мы можем измерять качество работы всех наших методов видеонаблюдения? Во-первых, нужно сказать, что, как всегда, нам потребуются размеченные данные. То есть придется иметь длинные видеоролики, в каждом кадре которых желательно отметить положение объекта. Это очень непросто, потому что одна минута видео – это 60 секунд, 30 кадров в секунду – 1800 кадров. То есть разметить одну минуту видео полностью уже не очень просто. Поэтому можно пробовать размечать в ключевых кадрах. Если мы хотим отслеживать обстановку и распознавать объекты, нам бы хотелось находить не просто объекты, а еще и контур объектов. Это, соответственно, размечать еще сложнее. Поэтому одним из больших секретов у многих компаний видеонаблюдения являются их данные. Они наснимают много данных, запишут их в свой компьютер и будут на них тестировать свои методы и ни с кем делиться не будут. Особенно если данные режимные. То есть если кому-то удалось поснимать на атомной электростанции, он точно не будет с этим делиться. Особенно если у него есть записи потенциальных ситуаций. Например, как выглядит охраняемая территория с камеры видеонаблюдения. И как выглядит человек, который в маскировочном костюме пытается через полосу пролезть. Если это выложить в интернет, то сразу станет понятно, как это обходить, что в общем не входит в цели компании. Допустим, мы разметили положение объекта на каждом кадре. Тогда, значит, мы можем для каждого кадра вычислить ошибку. То есть насколько измеренное положение объекта отличается от точного положения объекта. Если мы усредним все эти данные по видео, то мы получим ожидаемую ошибку. Но в принципе ожидаемая ошибка показатель не очень хороший. Более интересным для нас показателем является точность. То есть если мы ошиблись в несколько пикселей с положением человека на кадре, это не является критически важным. Если мы ошиблись больше, чем на пол корпуса мыши, это уже плохо. Поэтому можно использовать такой параметр. Мы смотрим долю кадров, на которых объект нашелся с точностью не превышающей заданного порога. С ошибкой, не превышающей заданного порога. И, соответственно, надежность отслеживания мы будем измерять как вероятность того, что слежение на новом кадре будет утеряно. Или, точнее, наоборот, что если на текущем кадре мы точно отслеживаем объект, то что на следующем кадре мы объект все еще будем отслеживать. То есть фактически это количество ошибок. Сколько раз система ошибается. Это очень важный параметр, потому что если система ошибается, то нам нужно ошибку каким-то образом распознать и как-то систему переинициализировать. А переинициализация системы видеонаблюдения – это достаточно тяжелый процесс. Все деградирует. Построим какую-нибудь простую систему видеонаблюдения. В самом простом варианте инициализация объектов проходит вручную. Например, когда вы смотрите футбольный матч и видите, что там футболисты одной команды перебегали футболисты в другую команду. Как это считается? Чаще всего это считается так. Сидят операторы за компьютерами. Один говорит, вот футболист, и он дальше отслеживается. Футболист потерялся, человек снова кликает и говорит, нет, теперь он здесь. И таким образом траектория строится. Это я точно знаю, потому что мы беседовали с компанией, которая, в частности, такую камеру делает. Есть, конечно, и более умные продукты, которые все делают автоматически, но и в них часто система сбивается. Например, с большого расстояния футболисты выглядят вот такими маленькими фигурками, и отличить их можно в основном по номерам на майках. А когда там футболисты одной команды сбежались в кучу, потом разбежались, они очень напоминают мышей. Все, например, желтенькие. И надо ждать, пока кто-то там спиной повернется и скажет, кто это такой. Можно, конечно, воспользоваться каким-нибудь детектором объектов. Например, детектором пешехода или детектором лица. Так часто и делают. То есть, если ошибка системы наблюдения за человеком, например, превышает какой-то порог, тогда мы запускаем детектор лиц и ищем на этом видео. Детектор Viola Jones работает достаточно быстро, но если мы посчитаем, сколько детектор Viola Jones будет работать во всем кадре 2-мегапиксельной картинки, это получится не очень быстро. Поэтому желательно эту операцию запускать пореже. Ну и последний подход, о котором мы сейчас поговорим подробнее, это выделение движущихся объектов. Вот на этом как раз основано большинство систем видеонаблюдения, которые сейчас существуют. Они опираются на два следующих упрощения. Упрощение первое, что камера стационарная. Ее жестко закрепили, она смотрит в определенное место. Все камеры на ВМК, которые установили, они все стационарные. Если камера стационарная, тогда фон, который наблюдает камера, будет мало изменяться между кадрами. Хотя, если мы поставим камеру, которая будет смотреть на лес, то фон там может быть очень даже динамическим, и с этим придется бороться. Но пока допустим, что мы рассматриваем очень простую модельную ситуацию. Тренируемся на мышках. Вот есть банка, в которую положили мышку, и с банкой ничего не происходит, если ее не потрясет экспериментатор. Поскольку это банка, мы можем сфотографировать ее до того, как мы опустим туда мышку. Соответственно, у нас есть чистый фон. Теперь мы можем что сделать? Мы возьмем изображение с мышкой и вычтем из него изображение фона. Получим некоторую разницу. Эта разница и будет, предположительно, мышью. Соответственно, поскольку у камеры есть какой-то шум, то если мы будем просто брать все те пиксели, для которых такое вычитание дает некоторую величину больше нуля, то у нас здесь будет почти все. Поэтому нам нужно ввести некоторый порог, параметр алгоритма. Если разница больше порога, значит пиксель принадлежит переднему плану или объектам интереса. То есть по-английски foreground. Если разница меньше порога, значит пиксель принадлежит фону. Результатом такого вычитания является маска переднего плана, с которой мы и будем дальше работать. После чего на таком бинарном изображении мы можем запустить выделение связанных компонент, разметим все объекты. Связанные компоненты в системах видеонаблюдения называются блобами, каплями. Если у нас есть шум, то мы можем запустить какую-нибудь математическую морфологию или медианную фильтрацию для того, чтобы маска переднего плана была почище. Собственно, все. Первая простая система видеонаблюдения готова. Вот так оно примерно все и устроено. Алгоритм очень примитивный, но во многих случаях он позволяет решить задачу, например, в мышках. Я не помню, как точно называется, но в одной системе наблюдения за мышами как раз такое и есть. Загружаем фотографию, начинаем вычитать, и оно работает. Естественно, что это хорошо работает только в искусственных условиях. Если у нас освещение одинаковое, нет никаких теней, фон не изменяется, тогда более-менее работает хорошо. Вот примерно так это работает. Вот ведро с мышой, вот найденный контур мыши и измерены некоторые параметры. Нос, так называемая точка крепления хвоста, ну или основание хвоста, и примерно направление движения мыши. Вот вполне достаточно для того, чтобы анализировать, что мышь делает. Видите один дефект системы наблюдения? Который иногда... Ну не только неравномерно. Когда она подходит к границе, вот видите, контур мышки сливается, как бы перескакивает на края банки, потому что там появляется тень. С точки зрения вычитания фона, тень ничем не лучше и не хуже объекта. Для того, чтобы картинка выглядела пристойно, экспериментаторы задают кромку банки, за пределы которой мышь вылезти не может. И поэтому маска отсекается. Если бы все не отсекалось, то тогда время от времени здесь бы появлялась вот такая огромная мышь с большой тенью. А если она встанет на задние лапки и поднимется высоко, то тень будет еще больше. А в результате встанет еще? Что? В результате встанет еще больше. Так получилось после применения математической морфологии. Хотелось бы сделать его точно, но не всегда это получается. В реальных условиях, не мышек в банках, фон существенно меняется с течением времени. Вот, например, так. Вот что видит камера наблюдения, которая установлена и смотрит на пейзаж на улице. Понятно, что использовать один кадр уже не получится. Для этого строят модели изменения яркости по времени. Мы будем рассматривать каждый пиксель независимо друг от друга. Для каждого пикселя можно построить график изменения яркости от времени. И каким-то образом параметризовать эту модель. Вам не хватит настройках. На каком-то интервале хватит. Дальше мы про память еще поговорим. Соответственно, какую-то траекторию мы получим, построим модель. И дальше посчитаем. Соответственно, обновленный алгоритм видеонаблюдения получается такой. Вначале мы каким-то образом должны инициализировать модель фона. Затем на каждом новом кадре мы вычисляем разницу между моделью и текущим кадром. Обрезаем его по порогу. Удавляем шум, выделяем связанные компоненты. И обновляем модель фона всюду, где не объекты переднего плана. Как построить модель фона? Самый простой вариант – это взять и усреднить попиксельно некоторое количество кадров. Взять среднее. Вот что получится для некоторого интервала времени. Разумеется, этот метод не всегда работает. Обычно он не работает, если в кадре есть движущиеся объекты или случайные резкие изменения яркости, типа блика вот здесь. Поэтому более продвинутый вариант – взять медиану для каждого пикселя. Вот какая разница между двумя изображениями, если мы берем средний цвет и медиану. Уже фон получше. И вот какая разница в нашей системе получится, если мы будем использовать простую модель, но фон уже вычислим по медиане. Вот видны сразу дефекты вычисления медианы. Два человека, которые сидели в течение всего времени захвата фона, наблюдения, сколько у нас памяти хватило, они считаются частью фона. Теперь, если они уйдут, то место, где они сидели, будет считаться частью переднего плана, и это придется обрабатывать как-то отдельно. В случае мышек, если мышка сидит на одном месте, она очень часто сидит на одном месте, тогда медиана тоже может не помочь. Есть целая группа методов построения модели фона, которые устроены достаточно сложно. Например, мы разобьем все изображение на блоки и будем выбирать блоки из разных кадров таким образом, чтобы в целом картинка была как можно плавнее, без резких переходов. Это так, в двух словах. Окей. Следующая проблема, которая возникает, освещенность постепенно меняется. Как с этим можно побороться? То, что предложили с самого начала, это сделать плавное постепенное обновление фона. Например, брать движущиеся средние. Движущиеся средние – это очень простая вещь. Будем брать взвешенную сумму текущего и нескольких предыдущих кадров, задав веса всем кадрам в истории. Соответственно, появляется в системе несколько параметров вес кадра и будем такую взвешенную сумму усредить. Соответственно, для каждого нового кадра мы добавляем его в буфер, получаем новый фон, последний кадр выбрасываем. Понятно, что памяти это будет занимать много. Сколько кадров мы сможем хранить в памяти, такая настолько хорошая модель у нас получится. И с большей частью помех, с которыми встречаются, такая система не сработает. Вот можно все эти помехи описать. Какие это варианты? Вот, например, изменение положения объекта фона. Например, мы снимаем комнату помещения, где есть стулья. Если человек подошел, передвинул стул, значит стул считается объектом переднего плана. То, что хорошо видно на видеозаписи лекции, это плавное изменение освещения. То есть в течение часа лекции освещенность в комнате сильно меняется. Еще более хорошо заметно будет включение света в помещении. Если мы будем просто брать разницу с движущимся средним, то вот такой передний план у нас получится при включении света. Затем у нас могут какие-то объекты сзади колебаться, например, деревья. Грязный фон всегда может быть. Мы не можем различать внутренние движения. То есть если на фоне одного черного объекта движется другой черный объект, то мы его не замечаем. И так далее. То есть проблем масса. Соответственно, с течением времени на каждую из этих методов, ну то есть на каждую из помех, пытались предложить ответы. Как можно с той или иной ошибкой побороться, предлагая разные методы. Одна из ключевых работ, вот работа 97-го года. Она опирается на следующее предположение. Рассмотрим на не очень большом отрезке времени одну точку изображения. Посмотрим, как выглядит график. Например, вот где-то здесь на земле. График получается такой. Если мы построим гистограмму распределения интенсивности, то увидим, что она напоминает нормальное распределение. Интенсивность пикселя будет колебаться вокруг какого-то среднего значения. Потому что основным источником этих ошибок является шум камеры. Значит, мы можем каждый пиксель смоделировать независимо нормальным распределением. Так и сделаем. Возьмем обучающий видеоролик, на нем вычислим для каждого пикселя среднее, вычислим дисперсию. Теперь, знайте параметры, для каждого нового пикселя мы можем вычислить его вероятность. Насколько пиксель похож на полученную модель фона. Если он похож с вероятностью меньше заданной, тогда, значит, мы считаем этот пиксель объектом переднего плана и помечаем как потенциальный пиксель объекта. Модель мы можем уточнять от кадра к кадру. Например, мы можем уточнять мотожидание и дисперсию. Мотожидание, то есть фактически средний кадр, мы будем уточнять с помощью того же самого движущегося среднего. То есть с некоторым весом мы будем смешивать текущее среднее и новый кадр. Можем это делать не всегда, а раз в несколько кадров. Вот у нас появляется еще один параметр скорость обучения метода. Похожую формулу, но более сложную, можно сделать для обновления дисперсии. В принципе, если у нас изображение цветное, то мы можем построить многомерное нормальную величину и рассчитать полную матрицу к вариации. Но поскольку пересчитывать на каждом кадре матрицу к вариации сложно, и вот таких хороших уравнений не будет, то в этом случае нам придется либо обновлять только среднее, а к вариацию сохранять, либо считать дисперсию независимую по каждому каналу. Такой дефект. Вот в очень многих системах видеонаблюдения раньше применялась только такая штука. То есть ничего особо умного. Следующая работа. Давайте посмотрим на более сложные примеры. График интенсивности для более сложных примеров может выглядеть вот так. То есть, опять же, видно, что у нас есть несколько средних значений, вокруг которых колеблется. Но это уже не одно среднее значение, а несколько. Если мы посмотрим гистограмму, то значения группируются в виде нескольких кластеров. Давайте теперь смоделируем это тоже не одним нормальным распределением, а смесью нормальных распределений. Если посмотреть на, например, два канала, красный и зеленый канал для двух изображений, построить такую двухмерную гистограмму, взяв какой-нибудь пиксель на воде или на мониторе, то мы увидим как раз искомые кластеры. Вот они два больших. Понятно, что вот этот кластер – это блики, а вот это – как вода выглядит обычно. Здесь мы видим мерцание монитора, когда монитор становится белым и темным. Кто знает, что такое смесь нормальных распределений? Никто не знает. Ну, вы. Ну, хорошо. Кто из студентов знает, что такое смесь нормальных распределений? Смесь нормальных распределений – это просто взвешенная сумма. Достаточно простая вещь. Мы возьмем несколько нормальных распределений и будем рассчитывать вероятт правдоподобия пиксела следующим образом. Каждому нормальному распределению мы припишем параметр, вес компоненты в текущий момент времени. И просто просуммируем эту сумму. Понятно, для того, чтобы эта величина была каким-то распределением, необходимо, чтобы сумма весов равнялась единице. Все достаточно просто. Как такую модель можно построить? Возьмем первый кадр. Инициализируем первую компоненту по первому изображению. Как мы это сделаем? Мы скажем, что у нее мат ожидания равняется цвету или яркости этого пиксела. Вес этой компоненты равен единице, вес остальных равен нулю, а дисперсия равна какой-то заданной величине. Мы эту дисперсию можем посчитать, если просто с помощью камеры будем снимать белую картинку. Там будет какой-то шум камеры, и мы посчитаем эту дисперсию и воспользуемся. Затем для каждого следующего кадра мы будем сравнивать новый пиксель с каждой из имеющихся компонент, пока не найдем совпадения. Когда совпадение найдем, мы обновим мат ожидания и дисперсию совпавшей компоненты точно так же, как мы это делали для одного нормального распределения. Если никакого совпадения не найдено, то мы возьмем компоненту с наименьшим весом и выкинем ее. И создадим вместо нее новую компоненту вокруг этого нового пикселя. И обновим веса. Веса мы будем обновлять так, тоже с некоторым параметром обучения. То есть, если данный пиксель соответствует данной компоненте, тогда вес этой компоненты увеличивается. Если данный пиксель не соответствует компоненте, то вес компонента уменьшается. После того, как мы пиксель обновили, мы все веса нормализовали, чтобы их сумма была равняется единице. Что из этого получается? Допустим, мы наблюдаем зеленый лес. У нас пиксель все время зеленый, и компоненты зеленые. Вес компоненты повышается. Допустим, там имеется ветка, которая колеблется. И время от времени ветка, когда отходит, мы встречаем голубой пиксель. В этом случае голубой пиксель не похож на зеленое небо. Мы создаем вторую компоненту, компоненту неба. Если ветка надолго отклонилась, тогда, значит, вес неба повышается. Если она быстро вернулась, значит, мы снова забыли, и вес начинает уменьшаться. Для чего это нужно? Ну, например, если мы поставили стул в новое место, он закрыл фон. Значит, компонента фона уже больше не видна. Ее вес будет с течением времени падать, и через некоторое время мы совсем про это забудем. Еще нужно уточнить про определение качества компоненты. Мы будем что делать? Мы будем упорядочивать компоненты не просто по весу, потому как часто она встречается, а по отношению веса к дисперсии. То есть, чем компонента чаще встречается, тем ее вес важнее. И, наоборот, чем компонента стабильнее, то есть, чем дисперсия ее меньше, тем, опять же, вес качества ее больше. Мы можем для такой системы задать порог. Какая доля выборки для каждого пикселя должна соответствовать фону? Соответственно, то количество компонент, сумма весов которых будет превышать порог, это будет фоном. То есть, мы, например, скажем, что если порог вероятности, то есть, вот это фактически вероятность, если порог больше 95%, суммарный вес, значит, это модель фона. Вот как это выглядит, если мы смотрим идущего человека. Вот кадр с идущим человеком, вот такая самая старшая гауссиана. То есть, чаще всего мы наблюдаем в каждом пикселе фон. Вот человек идет, он к некоторым расстояниям прошел. В тех местах, где он был, мы создавали новые компоненты. Вот как бы в них запечатлелась история человека. А вот какая у нас получается маска переднего плана. Потому что мы будем сравнивать, то есть, считать компоненты по весу в этой области, быстро увидим, что они не похожи на человека, и построим такую маску. Соответственно, даже у этого алгоритма, то есть, вот это алгоритм, который сейчас в реальных системах видеонаблюдения чаще всего применяется. Все более сложное применяется редко. У него уже есть много параметров. То есть, у него есть параметр количество компонентов максимальных, которые мы можем использовать, порог на фон, начальное задание сигма и так далее. Эти параметры нужно как-то задать. Вот, собственно говоря, задают их на наборе видеороликов. Вот для этого и требуется, в частности, требуется большое количество размеченных видеороликов. Приходится прогонять про базе, строить оценку качества методов и выбирать оптимальную комбинацию параметров. Есть попытки придумать процедуру, как этот поиск оптимизировать, но большого эффекта они не дают. Чаще всего приходится использовать полный перебор возможных параметров с некоторым шагом. Единственное, что мы можем сделать, если таких данных нет, мы можем настроить систему максимально чувствительно. Поскольку у камеры всегда есть некоторый шум, мы можем настроить параметры таким образом, чтобы получить заданное количество ложных обнаружений. Например, на каждом кадре должно 2% пиксела находиться как потенциальные объекты переднего плана. То есть фактически мы будем брать пороги, минимальные для того, чтобы система была задана чувствительностью. В этом случае, если появляется объект, мы максимизируем вероятность того, что мы его найдем. При этом картинка будет выглядеть вот примерно таким образом. Это я пропущу, потому что у нас будет больше споров. Если камера видеонаблюдения высокого разрешения или достаточно шумная, тогда у нас будет большое количество ошибок. Для того, чтобы ускорить обработку и уменьшить чувствительность к шуму, мы можем использовать поблочную обработку. То есть фактически разобьем все изображение на маленькие блоки и будем в каждом блоке считать свою статистику. И затем для всех пикселей, попадающих в блок, считать, принадлежат они переднему плану. Ну то есть сравнивать статистики по блокам для нового кадра и для предыдущих кадров. С помощью одной гауссианы или с помощью непараметрических методов. Вот посмотрим, как такой непараметрический метод работает. Вот рассмотрим очень сложный случай. Камера видеонаблюдения стоит в лесу и отслеживает птиц. Вот летит птица. Ее даже визуально очень сложно найти. То есть она очень плохо заметна. Есть чересрочная интерполяция в камере и так далее. Если мы рассмотрим, как выглядит вообще каждый пиксель фона, действительно фона, и построим его график, то график получится вот такой. То есть видно, что среднее значение около 128, но дисперсия очень большая. Понятно, что птицу, которая по цвету и яркости похожа на фон, мы таким образом не распознаем. Мы ее всегда будем относить к фону. Но мы можем построить статистики по окрестностям. Вот, собственно, наш глаз замечает то, что здесь есть птица, за счет как раз анализа всей окрестности в целом. Не каждого пикселя, а всей окрестности. Допустим, у нас есть обучающий видеоролик. Построим простую статистику в виде гистограммы по окрестности. Но по окрестности как по времени, так и по пространству. То есть возьмем все пикселы, попавшие в данную область за данный интервал времени, и построим гистограмму. Затем для нового кадра мы построим тоже гистограммку, но уже не по времени, а в текущем кадре. И затем вычислим разницу между этими двумя гистограммами. В качестве разницы можно воспользоваться разными метриками. Одна из них — это вот просто. Мы перемножаем соответствующие элементы гистограммы, берем из них хон квадратный и интегрируем по всей окрестности. То есть если разница между данными распределениями больше порога, значит тогда это птица. В качестве обновления фона мы будем смешивать гистограмму фона и гистограмму нового кадра, новой окрестности. Вот можно посмотреть, насколько такое сравнение по окрестности позволяет локализовать птиц в сложных условиях. Вот видео, вот тут птицы. Вот так они должны выглядеть, если мы их разметим вручную точно. Вот что будет, если мы будем просто вычитать разницы кадров. То есть совершенно ничего не заметно. Вот моделирование с помощью всяких смесей гаусиан. То есть птиц совсем незаметно. Все что угодно, но не птицы. Вот что получается, если мы будем сравнивать статистики по окрестностям. Видно, что за счет того, что мы будем все-таки сравнивать статистику по окрестностям, точные контуры мы, безусловно, потеряем. Но зато связанные компоненты появятся именно в тех местах, где объект располагается. Следующий, как бы, этап развития такой. По сути, моделирование фона не учитывает моделирование цвета объекта. То есть мы не знаем, какого цвета будет объект, и мы его никак не учитываем. Если мы хотим сделать систему, которая будет устойчиво находить достаточно контрастные объекты, например, тех же самых футболистов, то мы можем использовать их цвета для того, чтобы не показывать все, что не похоже на фон, для того, чтобы надежно, более надежно отделять объекты, которые похожи на искомый объект, от всего того, что похоже на фон. Соответственно, у нас будет две вероятностных модели. Одна модель объекта переднего плана и одна модель фона. Мы будем сравнивать качество принадлежности той или иной модели и выбирать ту, вероятность для которой будет больше. Соответственно, для фона мы сделаем следующее. Вначале мы посчитаем смесь гауссиан по всему изображению. То есть это учтем все цвета, которые в фоне могут встречаться. Затем мы для каждого пикселя построим свою локальную модель. Теперь для каждого пикселя будет объединенная модель. Мы будем с новым весом брать правдоподобие принадлежности глобальной модели цвета и правдоподобие принадлежности локальной модели цвета. А для объекта переднего плана мы будем строить свою модель, тоже состоящую из смеси гауссиан, но с меньшим количеством параметров. То есть с меньшим количеством компонентов, потому что объект переднего плана должен быть проще. Явно, что человек, который по цвету, ну понятно, что кожа отличается, он будет там отличаться от фона в большей степени. Главный вопрос, как выбирать параметры смеси. С каким весом брать модель фона и с каким весом брать модель локальную. Вот, например, два... Ух ты, как здесь получилось. Например, два вырожденных случая. Один белый мишка на фоне снега и один тюлень на фоне моря. У меня снег виден, здесь снег не виден. Совершенно. Это здорово. А правда, что надо? Ну, все-таки это слишком экстремальный пример. Очевидно, что цветовая модель белого медведя и цветовая модель снега, они очень близки друг к другу. И поэтому в этом случае нужно больше полагаться на локальные модели. В случае морского котика он по цвету очень сильно отличается от фона. И в данном случае нужно больше полагаться на глобальную модель и меньше полагаться на локальную модель. Соответственно, есть в математической статистике методы сравнения распределений. То есть, насколько распределения похожи друг на друга. Например, одно из этих метрик это дивергенция Кульбака-Либера, которая позволяет по такой формуле определить разницу между двумя смесями гауссиан. Соответственно, ее значения варьируются от нуля до плюс бесконечности. Если дивергенция равна нулю, значит модели идентичны. То есть, мы видим одно и то же. Если она больше нуля, значит модели в чем-то отличаются. Соответственно, мы для каждого кадра можем сравнивать модель переднего плана, которая у нас есть, точнее модель объекта, и глобальную модель фона. Если дивергенция сильно меньше единицы, тогда мы будем учитывать поровну. И локальные модели, и нет. Если дивергенция существенно больше единицы, то есть, глобальная модель цвета объекта и глобальная модель фона очень сильно отличаются, тогда мы можем брать глобальную модель с коэффициентом близком к единице. То есть, вообще отбрасывать локальную модель. А здесь глобальную модель использовать. Такая смешанная модель позволяет нам обрабатывать разные сложные случаи изменения фона. Потому что в некоторых случаях локальная модель срабатывает лучше, в некоторых локальная модель срабатывает хуже. Посмотрим, как можно реализовать некоторые изменения. Допустим, если у нас имеется изменение освещенности. В этом случае что происходит? Если освещенность изменяется плавно, тогда объект переднего плана находится примерно точно, но цветовые модели переднего плана и исходные, и переднего плана на новом кадре, они будут сильно отличаться. Мы можем вычислить преобразование между гистограммами предыдущего кадра и нового кадра и обновить, то есть изменить средние дисперсии для всех моделей. Если модель изменяется резко, тогда в качестве переднего плана выбирается все. В этом случае модели нужно перестроить. Полагаться в этом случае на цвет мы уже не можем. Зато мы можем полагаться на края, потому что от изменения цвета градиенты не меняются. В этом случае мы будем делать вычитание фона не по цветам, а по градиентам. Найдем те области, в которых края остались прежними, и по ним построим новые цветовые модели. Вот это так будет примерно выглядеть. Свет резко изменился. Также, например, если у нас имеется резкое изменение в фоне, то есть, например, там шторы, которые двигаются, то мы можем увеличивать вес глобальной компоненты и справляться. Или, например, если у нас имеется дрожание камеры. Если вся камера дрожит, то есть, весь фон меняется, тогда мы можем уменьшить вес локальной компоненты, сгладить картинкой гауссом и все равно справиться с такой проблемой. Ну и если мы хотим отслеживать один объект, а на заднем плане кто-то что-то приносит и кладет, тогда мы можем отбрасывать все компоненты, кроме большой. Это хорошо срабатывает, если вот мы отслеживаем один большой объект, кто-то принес, хотел все испортить, но оно отбросилось. Ладно, делаем перерыв. Окей. Теперь немного поговорим про отслеживание объектов. Если мы рассматриваем случай статичной камеры и на каждом кадре выделяем блобы потенциальных объектов, тогда задача отслежения сводится к задаче сопоставления. Нам нужно определить, какому объекту какой блоб на каждом кадре соответствует. То же самое работает, если мы на каждом кадре находим объект. Существует большое количество методов, которые как вероятностных, так и детерминированных, которые решают такую задачу сопоставления. Я сейчас расскажу только про самые простые, про детерминированные методы. В этом случае у нас, вообще у нас имеется три варианта судьбы для каждого блоба на кадр. Блоб может быть новым объектом, блоб может быть новым положением старого объекта, то есть мы его можем сопоставить следу, и блоб может, точнее, блоб может исчезнуть, соответственно, след нужно завершить. Детерминированные методы это фактически методы перебора, которые проверяют соответствие гипотез некоторым ограничениям. Какие ограничения можно придумать? Самая простейшая стратегия это сопоставление ближайшему. То есть у нас имеется точка, которую мы отслеживаем, на следующем кадре есть несколько блобов. Мы из них сопоставляем следу ту, которая ближе всего. Во многих случаях такая система вполне себе хорошо работает. Если у нас объектов много, то такая стратегия уже срабатывает гораздо хуже. Поэтому исследователями было предложено куча методов, куча ограничений. Первое ограничение близость, второе ограничение максимальная скорость, третье ограничение мало изменения вектора скорости, то есть изменение траектории объекта должно быть плавым. Еще одно ограничение — это общее движение для точек и жесткость сцены. То есть если мы наблюдаем несколько объектов, то они не должны от кадра к кадру резко менять свое положение. Соответственно, понятно, что в случае системы видеонаблюдения объектов не так много, это не мухи. И все сводится к перебору большого количества вариантов. Вот есть один кадр, есть второй кадр. Мы устанавливаем гипотезы, каким объектом какой блок должен соответствовать. А затем перебираем все наши ограничения и фильтруем соответствие. Иногда для двух кадров это предпочитают не делать. Можно попробовать увеличить количество кадров и считать ограничения на нескольких кадрах сразу. То есть делать много гипотез, а затем перебирать все варианты. Реально, то есть в простых системах видеонаблюдения все полагаются на несколько основных простых признаков. То, что объект недалеко сдвинулся, скорость движения его не очень высокая. Соответственно, базовый метод, который реализован в большинстве систем, получается такой. Обучаем модель фона, для каждого нового кадра вычитаем фон, обрабатываем маску, выделяем связанные компоненты, вычисляем соответствие объектов предыдущим кадром по близости и скорости. Если какие-то глобы не соответствуют старым следам, мы инициализируем новые следы, затем обновляем фон всюду, где не были обнаружены объекты. И так система работает, уж сколько получится. Но все это работает только тогда, когда фон статичный. Как быть в случаях, когда мы объект можем обнаружить, но не можем обеспечить статичный фон. Например, у нас движущаяся камера. Например, вот в таком случае. Камера стоит на комнате самолетики и наблюдаем танк. Или, например, камера фоторепортажа, где имеются там бегущие люди. Как в этом случае работать? В этом случае мы можем сделать следующую вещь. Построим какую-то модель объекта и будем искать на следующем кадре похожий объект. Вот таким образом. Допустим, мы хотим отслеживать некоторую область. Мы инициализируем по ней модели, то есть построим в выбранных признаках какую-то модель. Затем мы будем в окрестности предыдущего положения объекта искать новое положение объекта, такое, что старая модель будет больше всего похожа на новую модель. И положение, в котором модели совпадают точнее всего, мы будем считать новым положением объекта. То есть идея достаточно простая. То есть фактически у нас имеется некоторая функция качества, которую мы максимизируем, которая зависит от положения цели в новом кадре. И так будем повторять от кадра к кадру. Если мы будем находить новое положение достаточно точно, тогда мы не собьемся. Главный вопрос – это то, как описать модель, как мы будем представлять объект. Соответственно, в разных работах предлагаются разные подходы. Мы можем представить объект в виде набора точек, можем вычислить, например, карту краев, или можем вычислить некоторую, например, цветовую модель. Вот посмотрим методы, которые работают. Простейший метод – это метод по множеству точек. Мы находим на объекте ключевые точки и находим новые положения на следующем кадре. Там центр масс точек на новом кадре будет новым положением объекта. Проблема в том, что точки могут уезжать куда-нибудь в другое место. Нужно как-то регуляризировать их движение, чтобы они не уезжали. Для того, чтобы они не уезжали, предложили такой достаточно простой способ под названием стая точек. Идея по заимствованной природе. Вот птицы летят большим косяком такой стаей. Что такое стая? В стае никакие две точки не могут быть в одном и том же месте, потому что птицы столкнутся. Они должны быть на некотором расстоянии друг от друга. И никакие точки в стае не должны уходить слишком далеко друг от друга. Например, никакая особенность не должна уходить далеко от медианного центра. Порог на удаление. На основе этого можно сделать какой-нибудь метод отслеживания объектов, например, руки. Как мы будем делать? Допустим, есть область руки. Найдем в ней сто особенностей. Например, с помощью детектора Харриса. Вычислим медиану этой области. Вычислим в окрестности центра цветовую статистику. Например, одной гаусяной. Это цвет кожи будем. По имеющейся цвету кожи мы можем выбрать в окрестности все пиксели, которые по цвету похожи на центр ладони. И провести простую сегментацию. Какие пиксели похожи, какие не похожи. Вот примеры сегментации. Каждый раз мы выделяем центр руки, вот получаем такую сегментацию. На следующих шагах мы будем поступать следующим образом. Найдем новое положение точек на следующем кадре. Проверим, нарушаются ли условия стаи. Если какая-то особенность нарушает эти условия, мы ее удаляем. Соответственно, стая становится меньше, нам нужно ее наполнить снова. Найдем новые особенности, но только в той области, в которой вероятность по цвету, принадлежности там кожи, будет больше заданного порога. Если для найденной особенности эта вероятность там ниже заданного порога, мы ее отбрасываем и находим новую особенность. Таким образом, стаю дополняем. Вот такой достаточно простой метод, который, тем не менее, иногда неплохо работает. Следую, что мы можем дальше делать. Мы можем, например, вместо того, чтобы находить особенности, взять прямоугольную рамку объекта и посчитать какую-то характеристику внутри рамки. например, мы можем взять все изображение объекта и использовать его как шаблон и свести задачу к сопоставлению шаблонов на новых кадрах. Можем вычислить края и использовать сопоставление краев, как chamfer matching. Можем посчитать какую-нибудь гистограмму, например, гистограмму цветов. Некоторые методы вначале как раз использовали карты краев. Вот у нас есть люди, мы выделили объект, получили карту краев этого объекта, используем эту карту краев в качестве шаблона и на новом кадре ищем наилучшее совпадение по какому-нибудь метрике Хаусдорфа. Затем все края, которые оказались близки к краям шаблона на предыдущем кадре, будут использоваться как шаблон для поиска объекта на новом кадре. И так какое-то количество раз повторяем. Естественно, работает не очень хорошо, если мы будем какой-нибудь очень контрастный объект двигать на фоне, тогда у нас работает неплохо, но в случае людей метод быстро разваливается. Плюс мы надеемся, что объект не очень сильно меняет свою форму. методом Какая еще есть проблема у этого метода? Одной из проблем его является то, что функция метрика качества очень резко меняется при движении изменения положения объекта. То есть, если мы сравниваем текущий объект с его положениями на новом кадре, то метрика у нас очень может быстро скакать. Мы сдвинулись на один пиксель, захватили часть черного, у нас гистограммы цветов очень сильно изменились, и функция резко скакнула. То есть, фактически целевая функция негладкая, и значит, мы не можем пользоваться какими-нибудь итеративными методами, вроде градиентного спуска. Для того, чтобы справиться с этим, была предложена такая красивая работа, называется слежение с помощью сдвига среднего. Сейчас я вкратце расскажу, как она устроена. В качестве описания модели используется гистограмма цветов. То есть, возьмем область объекта, например, в виде эллипса. и построим модель. Пусть это будет гистограмма цвета. Соответственно, гистограмма это некоторое распределение. Тем, что мы будем делать? Мы будем брать всевозможные положения объекта на новом кадре, для него тоже считать гистограмму в этой окрестности и сравнивать две гистограммы друг с другом. метрика сходства этих гистограмм и будет той метрикой, которую мы будем оптимизировать. Проблема приводит к тому, что функция качества очень негладкая и при маленьких смещениях она резко меняется. для того, чтобы справиться с ней, авторы предложили сделать следующее. Мы накроем объект вот таким ядром. То есть будем учитывать все пикселы не с одинаковым весом, а с разным пропорциональным удаленности от центра объекта. Функция веса называется изотропным ядром, если на краях она равно нулю, в центре равна единице и всюду она гладкая и имеет гладкую производную. Рассмотрим построение гистограммы для исходной модели и для пикселей цели. То есть возьмем, что пусть у нас это будет модель, новое положение объекта это цель. исходное положение сделаем систему координат с центром модели, пусть центр текущей модели это 0. Центр кандидата цели пусть будет в точке Y. Накроем все это нашей функцией ядра. Ее удобно изобразить в виде вот такого эллипса. Посмотрим соответственно как строится в этом случае гистограмма. Возьмем какое-то значение гистограммы например U. Значение гистограммы QU то есть фактически сколько у нас пикселей здесь будет у нас теперь взвешенной суммой. Мы будем не просто считать количество пикселей с данным цветом, а каждый пиксель взвешивать нашей функции ядра. Поскольку функция забыл одну вещь сказать. Ядро называется изотропным если оно зависит только от расстояния до центра ядра. Соответственно взвешивать мы будем пропорционально норме вектора X. Vector X это фактически положение текущего пикселя относительно центра то есть относительно нуля в данном случае. Для цели у нас будет та же самая функция но поскольку положение Y то соответственно расстояние мы будем измерять как Y минус X. Далее. В принципе все достаточно просто. но математическая формулировка вот такая. Сравнивать опять же гистограммы можно по-разному авторы работы сравнивают ее с помощью такой метрики придуманной индийским математиком поэтому название у нее труднопроизносимое. коэффициент батарачая нет пхатарачая в общем где-то я там R вставил лишнее ну понятно но фактически метрика равна сумме опять же квадратных из произведения соответствующих значений гистограмм. На самом деле эта метрика фактически равна углу между векторами в многомерном пространстве соответствующей гистограмме первой гистограмме и второй гистограмме. соответственно наша задача найти максимум этой функции в окрестности предыдущего кадра. То есть нам нужно найти такой у для которого значение этой функции максимально. Что оказывается интересно если мы распишем эту функцию возьмем ее линейное приближение вокруг текущего положения пусть вокруг некоторого значения у0. То есть распишем положение кандидата через у0 плюс у. Тогда у нас получится в текущем положении у0 оно не зависит от у значит не вносит свой вклад в изменение функции. А вторая часть после преобразований получит следующую форму. То есть это будет суммой взвешенных значений ядра где веса они будут равны отношению соответствующих ячеек в гистограмме сейчас я покажу на картинке что это такое будет достаточно более понятно значит наша задача найти максимум этой функции вот вот эта функция это фактически это взвешенная сумма с коэффициентами вокруг ядра и я покажу к чему оно сводится сводится оно к очень простой вещи вот допустим мы ищем объект цель мы накрыли его ядром на следующем кадре объект переехал он располагается теперь здесь мы для каждого пикселя проверили насколько этот пиксель похож на пиксель объекта предыдущего кадра и взяли его взвешенный центр взвешенный центр масс попавший в область ядра взвешенный центр масс оказался здесь мы переехали в новую точку вот произошел такой сдвиг среднего снова пересчитали взвешенный центр масс он оказался здесь мы снова туда переехали и теперь уже здесь вот так за несколько итераций мы свели собственно говоря сдвиг среднего метод называется именно потому что мы фактически оптимизация нашей функции свелась к нахождению взвешенного среднего в окрестности предыдущего положения точки ну и осталось тут добавить то что поскольку объект может менять размер то мы будем от каждого кадра проверять три потенциальных размера объекта что объект увеличился в размере уменьшился в размере на 10% и остался прежним и выбирать тот размер объекта для которого метрика сходства будет наилучшей три так выбираем и проверяем вот так это выглядит видео для отслеживания например только звук совершенно не нужен соответственно прямоугольной рамкой изображается лицо найденное детектором Виолы Джонс эллипсом область лица которая находится видно что когда приносит руку рука похожа по цвету и тогда область считается больше ну и вот все сошлось все потому что по цвету карта оказывается похожей ну соответственно похожесть пикселов какие пикселы в изображении похожи по цветам на пикселы лица дальше начали с этим играться чтобы сделать как-то метод лучше одна из идей следующая мы можем использовать разные цветовые пространства и в разных цветовых пространствах объекты могут быть похожими или наоборот сильно отличаться например вот мы отслеживаем какой-то объект самолета если в качестве цветового пространства мы будем рассматривать разницу между красной и зеленой компонентами то объект будет незаметен вот его не видно по разнице нету если мы будем сравнивать положение объекта в другой линейной комбинации цветов то объект будет очень хорошо заметен в зависимости от изменения условий освещения нам могут потребоваться отслеживать объект в разных цветах мы можем это соответственно на лету делать мы будем рассматривать одновременно кучу разных компонент выбирать из них несколько наилучших в которых объект наилучшим образом различим и затем усреднять все результаты вместе как мы будем проверять хорошо ли объект различим вот допустим у нас есть положение объекта на предыдущем кадре мы возьмем некоторую окрестность объекта и построим для нашего признака для одного канала то есть например для красного зеленого или прочего построим распределение гистограмм то есть вот гистограмма для фона вот гистограмма для объекта для каждого значения в гистограмме посчитаем логарифт правдоподобия того что пиксель с данной яркостью принадлежит объекту или принадлежит фону и визуализируем это вот получаем такую картинку видно что большинство пикселов внутри объекта имеют достаточно хороший логарифт правдоподобия здесь же в окрестности большинство пикселов не похожи на объект мы можем посчитать метрику качество того что по данному каналу хорошо различается объект и фон и отсортировать все каналы по этой метрике в качестве каналов мы можем взять всевозможные взвешенные комбинации красного зеленого и синего цветов в которых там веса могут быть изменяться от минус двух до плюс двух таких каналов будет всего 49 и насколько они дают разные качества можно посмотреть вот на этой картинке где они сортированы по качеству видно что в некоторых каналах там танк виден идеально в некоторых каналах он вообще не отличается от фона соответственно на каждом кадре мы будем выбирать 7 наиболее качественных и отслеживать в нем затем и так далее переключаться на самые правильные каналы каждый раз их проверяя вот другой пример где необходимо отслеживать разные объекты и насколько объекты заметны в одном и том же канале то есть комбинации у всех разные то есть в такой комбинации этот объект хорошо заметен а в этой же комбинации для другого объекта этот объект не виден совсем и наоборот вот вот здесь объект хорошо виден где-то такая же комбинация ну и тут и тут он хорошо виден если сравнивать выбор каналов и обычный миншифт то во многих случаях обычный миншифт съедет а выбор каналов позволит все решить хорошо я снова перескочу потому что времени уже много недавно появилась следующая идея что поскольку все методы отслеживания очень простые и очень часто не срабатывают то наилучшим выбором наилучший алгоритм должен объединять несколько методов то есть мы возьмем все хорошие методы и придумаем для них комбинацию то есть вначале будем использовать один метод затем если метод срабатывает плохо мы будем включать второй метод и так между ними переключаться вот соответственно набрали большое количество разных данных для отслеживания разных объектов то есть отслеживание руки отслеживание лица внутри помещения вне помещения там для разных людей и так далее прогнали на большой обучающей выборке и оценили следующие параметры то есть оценили характери у каждого метода есть параметр качества насколько он уверенно отслеживает объекты например если мы используем в качестве метода слежения простое сравнение шаблонов то насколько шаблоны похожи насколько в новом кадре объект похож по там кросс корреляции на свое изображение в предыдущем качестве это некоторые параметры уверенности вот для разных комбинаций построили графики следующей зависимости как зависит ошибка того что мы на следующем кадре отследим объект правильно от параметра уверенности ну да ну при маленьких ошибках да ну вот при этих ошибках да ну вот поэтому имеет смысл работать только с такими параметрами то есть если ошибка падает меньше чем 0.9 значит нам нужно срочно переключаться для разных методов эта ошибка может быть разной видно что например до уровня 0.85 ошибки один метод работает лучше лучше другого то есть вот на этом отрезке качества лучше использовать простую кросс-корреляцию на этом отрезке лучше использовать другой метод у которого больше соответственно мы взяли кучу комбинаций методов и объединили их в каскады то есть перебрали всевозможные комбинации и проверили насколько комбинации хорошо работают каскад соответственно работает так мы тречим одним методом если ошибка падает ниже заднего порога мы переключаемся на другой метод переключаемся там на третий метод и потом возвращаем если не срабатывает и последний метод нужно снова запускать детектор например детектор лица и запускать каскад снова ну понятно что одновременно мы отслеживаем как бы всеми тремя методами просто если первый метод дает слишком низкое качество мы переключаемся как бы на запасной метод проверили кучу комбинаций самых разных методов на разных данных и оказалось что многие достаточно хорошие методы проигрывают по своему качеству вот такой простой комбинации простых методов например там вот по точности комбинация нормализованной кросс-корреляции то есть сравнение по шаблонам с стаей точек она оказалась там лучше большинства других методов причем оказалось что при изменении там данных с обучающих на там тестовой выборке взаимное расположение метода в общем не сильно поменялось то есть если какая-то группа методов была точнее но менее надежной чем другая то примерно все это распределение и сохранилось вот соответственно можно посмотреть дальше проанализировать почему такие комбинации там хорошо работают то есть например одна комбинация это сравнение шаблонов а затем переключение на сравнению по цветам вот соответственно оказывается что если человек двигает рукой медленно когда нет смаза тогда эффективнее всего сравнивать по шаблону если начал двигать быстро и появился смаз тогда сравнение шаблонов работает плохо и нужно просто сравнивать по цветам другой комбинацией там в начале сравнения шаблонов потом идет переключение на стаю точек и если уж совсем плохо тогда запускается миншифт можно посмотреть как это выглядит где-то видео но тут что-то не так не-не-не он ролик нормальный но видимо надо смотреть сначала тут примеры роликов которые используются в соответственно отслеживание лиц отслеживание кулаков каскады объяснение метрик вот собственно что получил здесь цветами отображается какой в данный момент используется детектор метод но он показывает цветом он показывает в данный момент что используется да фактически результат этой работы сказал следующее то что все методы которые были придуманы в последние десять лет с хитрым обучением работают хуже чем старые методы если их скомбинировать между собой правильно если мы возьмем комбинацию старых методов и будем переключаться с одного на другой то результат получится лучше чем сложный современный метод достаточно пессимистичный результат собственно как резюме стоит запомнить следующее то что основой всех современных систем видеонаблюдения является вычитание фона если фон динамический тогда приходится отдельно выделять объекты и затем применять метод слежения хорошо работают в отдельных случаях достаточно простые методы слежения лучше всего это простое сравнение шаблонов стая точек и сдвиг среднего и наилучшие результаты на данный момент достигаются если используется их комбинация то есть если мы одновременно запускаем несколько методов и переключаемся при тогда когда один начинает срабатывать плохо это потом все в таком все в таком все поделые